У меня к вам вопрос. Зачем трехдневное переизбрание Путина, если результат уже заведомо известен, и можно вложиться в один день? Это переназначение. Потому что самой процедуры нет. Что такое выборы? Выборы – это самый большой процесс, внутри которого есть голосование. Голосование – это одномоментный, в данном случае трехдневный вариант. Но выборы – это конкуренты, свободный омен мнениями, пресса, митинги, дебаты и все остальное. Вообще ничего из этого нет. Есть короткий момент так называемого голосования, который в общем и целом очень формальный, поскольку никто не считает. Голоса зачем? Поскольку, замечу, теперь еще помимо трех дней есть право голосовать дистанционно, электронным образом, то есть через интернет. Кстати, вы знаете, что можно переголосовать? Не, не знала. Прекрасно. Вдруг ошибся, они там галочку поставили. Да, а потом поставил снова. Или за тебя поставили. То есть, понятно, что никто где не голосует, никто никуда не ходит толком, а за них это все делают уполномоченные лица. Это снимается вопрос, мы это не обсуждаем. Вот. Теперь, что касается интриги, про которую говорит Песков. Ну, я и не думаю, там сроки же есть. 17 марта выбора, соответственно, ему позже определенный срок, подача заявления и так далее. Выдвигаться нельзя. Самое подходящее, это, конечно, 14 декабря. Вот. Сегодня у нас 8. Ну, то есть, соответственно, через 6 дней, я думаю, скорее всего, он на большой пресс-конференции это и сделает. С этим тоже как бы очевидно. Ну, хорошо, даже если он сделает это в канун Рождества или, я не знаю, по срокам надо посмотреть. Потому что до конца декабря, по-моему, все-таки он должен уже заявить, подать, соответственно, на следующий день документы, условно говоря, и так далее. Ну, учитывая, что это должно быть шоу какое-то, ну, вот большая пресс-конференция, подходящая под это формат. Теперь, что касается инициативы ФБК и Алексея Навального. Ну, вы понимаете, они многое делают от палеотивности, потому что ничего больше сделать нельзя. То есть, надо как-то народ активировать, надо как-то мобилизовать хоть каких-то оставшихся сторонников в России, хоть что-то делать. Ну, и что делать? Да, оружие не призываешь, оружия там нет. Там Навальный сам в тюрьме, в ШИЗО находится и так далее. То есть, делают от невозможности делать что-то еще. Давайте будем честны. Поэтому я не вижу никакого смысла ни в походе на выборы, ни в зачеркивании бюллетеней, ни в какой-то даже активности. Там еще и дополнительная опция, типа, компания переубедить 10 соседей, или 10 тех, кого знаешь, путинистов, переделай их в других, так сказать, обратных антипутинистов и так далее. Ну, я все понимаю, но мы находимся, Россия, в такой фазе дрейфа к тоталитаризму, что все вот это уже не работает. Работает только силовой вариант свержения. Все остальное не имеет никакого значения, не принесет никакого результата. Да, люди где-то, чего-то хотят чувствовать солидарность, какую-то агрегацию, их настроение там, в России, я имею в виду. Но, учитывая состояние, повторяю, в целом, общество, государство, системы, нет, это вообще не работает. Зачем они это все проводят? Последняя тема, которую мы обозначили. Ну, во-первых, они по-другому не знают, как. Он бы объявил себя монархом, но как-то стрёмненько. Может, еще не время, может быть, как-то, ну, не знаю. Бога помазанника он не тянет, помазанника неизвестно, чем он тянет. Вот, поэтому они просто не знают, как по-другому. Они, может быть, прекратили всю эту бессмысленную работу, обозвали бы его чуче, и на этом был бы вопрос закрыт. Но они не знают, нет для этого идеологической формы, которую было бы приемлемо использовать для формального закрепления несменяемости власти уже никогда. То есть, ни в каком виде. Ну, вот, вроде как, выборы, вроде как, давайте изображать. Вроде как, конституция, ну, давайте изображать. Вроде как, процесс какой-то этот выбор, ну, давайте изображать какое-то выдвижение и так далее. Не более того, если кто предложит, что поумнее, а там поумнее некому, видимо, уже предлагать, то, конечно, может быть, они бы и перешли бы к какой-то форме иной. Но поскольку ничего не придумано, власть либо от Бога получаешь, либо от народа. Ну, вроде как, от Бога, ну, так пока ещё не дозрели, может быть, ещё не понимают. Там же, у Бога страшный суд, там есть ведь. Если ты признаёшь, что получаешь богопомазание на власти, значит, вся власть от Бога, как сказано в Священном Писании, так ты ж это страшный суд, там, вот. А у Путина там же эти шансы, как у Снежинки в аду, понимаете. То есть, у него так себе ситуация. Поэтому тут тоже как-то вот всё не так, как-то вот неудобно, что ли. Хотя он очень хочет оставить в качестве приемника свою, одной из дочерей, либо Баранцова, либо Тихонов. Тихонов даже предпочтительней. Она говорит... Ну, да, её же окрестили там Екатериной Второй и всё остальное, чего-то там такого. Мне кажется, это очень лестно. Да, но Екатерина, она тоже, если кто знает её биографию, как она... Да, были нюансы, скажем так. Были нюансы, мягко говоря, да. А, значит, ну, другой вопрос, что, ну, как-то даже до неё, да, ну, не тянут. Вообще не тянут. Вот ни разу даже её до царствования совсем как-то. А как вы думаете, вот будет ли маркером определённым, и для нас с вами, в принципе, признают ли эти выборы европейские страны? Вот то, как было с Лукашенко в своё время. Хороший вопрос, хороший вопрос. Пока вот обстановка такая, что они просто промолчат. Ни да, ни нет. Причём аргумент такой, который я слышу, это в том, что, ну, хорошо, а вот мы его не признаем, а с кем мы будем переговоры о мире вести, о выводе войска и всё остальное. Ну, вот мы заявим, а он дурака сваляет, скажет, а вот, смотрите, вот меня вот отказались по решению РНБО в Украине со мной проводить переговоры. Ну, вот это ж ваше решение, не моё, типа. Вот этот аргумент я слышу. Второе, это то, что, ну, понятно, что никто иллюзий не питает, что они в Европе или в Америке не понимают, что никаких выборов в России нет. Прекрасно они это понимают. Вообще прекрасно понимают. Ну, как бы они играют в эту игру, поскольку у них есть для этого доводы относительно того, что нам что-то надо делать, нам надо спасать Украину, а без вот этого потенциального контакта, без признания мы не можем, но и признать его не можем. Значит, будем помалкивать. Хотя, напомню, Пассе сделала заявление соответствующее о том, чтобы призвав не признавать выборы легитимными, и Путина после 17 марта президентом Российской Федерации. Посмотрим, как будет, но велик шанс, я думаю, из трех вариантов признавать, не признавать и промолчать. Скорее, третий будет самый реальный. Тут еще интересное расследование вышло у журналистов проекта «Проект». Извините за такую автологию. Ну, издание «Проект», можно сказать. Они называют именно охранников, главы службы безопасности. Они посчитали, сколько он раз появился на публике. Говорят, только 147 дней, все остальное сидит там и не выходит никуда за пределы. 43% от общего числа встреч стараются держать дистанцию с собеседниками. И обратили внимание там на то, что на многих мероприятиях перед ним находится на сцене такая преграда, которая отделяет от зала. А на улице собеседники с Путиным должны держаться на расстоянии 10 метров и более за специально нарисованной чертой. Это страх уже за что? Все еще за свою жизнь или куда это? Давайте по порядку. Что касается морских офицеров, которые у нас в чемоданчике, это и при советской власти именно они были. То есть это не то, что... Это те же пути вы имеете в виду. Вот ядерный чемоданчик носили за президентами, генеральными секретарями. Носили, насколько я знаю, морские офицеры. При генеральных секретарях еще не было вот такого вот чемоданчика. Я вот не помню, при Брежневе было он или нет. Скорее нет. А позже уже были чемоданчики. Вот при Горбачеве тоже военно-морской офицер носил этот чемоданчик. Кстати, симптоматично, что носящий чемоданчик оба офицера носят украинские фамилии. Шумейка и Полищук. Могут направить не туда ракетки. Ты опять воронежу. Не буду говорить, что. Вот. Значит, здесь смотрите, какая история. То, что Путин в изоляции, и это никак не связано ни с ковидом, ни с чем остальным, это очевидно. Боится он покушения. Ну, конечно, после событий 24 июня с Пригожиным. А что он еще может бояться? Только физической смерти и всего остального с этим связанного. Безусловно, и, конечно, он параноик. Ну, как все диктаторы, но он-то особенно. Почитать его биографию. Тут его, говорит, мама поставила в угол, а потом обняла. А это с учетом всех остальных историй. Понимаете, тут Фрейд крутится как... В гробу. Потому что то он с крысой боролся, как известно, значит, с палкой. То еще что-нибудь. Ну, как бы... Не знаю, если он еще что-нибудь подобное же расскажет, то как бы тут клиника отдыхает, понимаете? То есть, психиатрическая. Вот. Поэтому на самом деле он, конечно, к старости, на восьмом десятке, он, безусловно, ощущает эту физическую близость смерти очень реально. Он ее как бы опасается, боится. Боится вот этого прерывания своего, значит, жизни на престоле и так далее. Поэтому, естественно, эта изоляция, ну, то есть, она логична. В принципе, вы это обнаружите легко и у Сталина, и у, значит, Каддафи того же, или там, не знаю, Хусейна. Примерно так же стремились к этой изоляции. Ну, со своими особенностями. Масштаб другой. Но Каддафи потом очень плохо кончил. Мы надеемся на тот же исход и в отношении Путина. Кстати, Сталин тоже относительно не очень хорошо кончил. Он лежал в лужи мочи. Сутки, да, пролежал. Да, с инсультом, понимаете. Причем инсульт был такой обширный. То есть, понятно, что уже выходов не было. И ясно, что бы его откачали, он бы просто уже не вставал. Ну, кстати, Франко лежал почти там несколько месяцев в коме. И ничего не происходило, пока он дышал через трубки и так далее. Вот. Но, тем не менее, смотрите. О чем это еще дополнительно может, в принципе, свидетельствовать? О том, что Путин от этого снижает качество управления. Все-таки на такой масштаб страны, 17 миллионов 200 тысяч квадратных километров, когда ты уходишь в такую глухую изоляцию, это означает, что тебе приходится передоверять определенный объем полномочий своему окружению. Которые, ну да, лояльно вроде как. А повести себя может по-разному. И поэтому, с этой точки зрения, конечно, Путин не в полном смысле может осуществлять это управление, если требуется его непосредственное вовлечение в него. Но все-таки люди должны ездить на фронт, раз ты воюешь, и управлять по стране, смотреть что куда как. Он этого уже все меньше делает. Там все больше заменяется некое в виртуальном присутствии. Таким, знаете, онлайном. То, что люди отобранные, там за этой чертой стоят даже не случайные люди, это же стоят отобранные специальные люди за чертой. Повторяющиеся периодически в разных костюмах. Да, конечно. Ну, там набирает родственников, фсошников, вот те говорят, ой, там девочка какая-то, девочка, дочка какого-нибудь фсошника. Вы думаете, она реальная, что где-то там в Дагестане или где-то, где он встречался? Конечно же, это все свои, понимаете. Чужих не бывает в принципе. Все постановочное, все по сценарию. Поэтому ему опасаться-то по большому счету при таком плотном окружении совершенно нечего. Но, тем не менее, паранойя дает себя знать, и он как бы в этой изоляции продолжает находиться. Ну, вот, реальная ли угроза покушения на него? Она реальна, только невозможно ее осуществить в полном объеме, поскольку, ну, действительно, помимо даже его изоляции, ну, то есть, это же многотысячная армия его охранников. Она не вот эти личники, там, пара-тройка, которых вы видите на экране, а, так сказать, ФСО, значит, десятки тысяч. По разным регионам России в областных центрах находится подразделение ФСО для обеспечения работы резиденции, при переезде его и так далее. Это гигантская армия таких вот нахлебников при Путине. Обеспечивает она безопасность? Ну, в общем и целом, да. Путин же не в холодильнике. Понимаете, он реально путешествует тут. Ну, профессор Соловей с вами бы не согласился. Он бы сказал, что Путин там продолжает лежать. Это все Васильич. Валерик имеет право на все. Вопросов нет. Вопросов нет. Но я как-то все-таки мало верю в то, что на месте Путина какой-то Васильич и так далее. Правда, в последней версии я слышу, что и Васильич плох. Вот. Не знаю, кого там теперь взамен. Сам Валера, наверное, заменит Путина. Вот. Но так или иначе ситуация выглядит, что у Путина действительно есть основания и опасаться своей жизни. Но и, с другой стороны, его безопасность обеспечена в высшей степени. Это факт. Если мы говорим о том, кто хочет оказаться на месте Путина, то начали разгонять вот в последнее время среди экспертов и среди некоторых телеграм-каналов такую вот а-ля аналитику о том, что Шойгу хотел бы оказаться на месте Путина, в кресле Путина, и что для Путина он намного опаснее даже нежели Пригожин, потому что может, так сказать, довести дело Пригожина до конца. Как Вы считаете, эта информация имеет место быть? Нет, я не думаю. Я думаю, если действительно где-то это разгоняется, кто-то за деньги пытается демпингануть Сергея Кожухетовича. Я не думаю, что и политически, и бюрократически, и в силовом смысле Шойгу имеет такую степень самостоятельности, чтобы иметь намерение избавиться от Путина, и тем более ресурс. Он к ресурсу такому реальному доступа не имеет. Он действительно выполняет функцию министра обороны, но сейчас там очень много дубляжа. И по отношению к нему, и к Герасиму, это не изменилась ситуация. Несмотря на, в общем, тем, что Путин сейчас относительно доволен ситуацией на фронте, тем не менее, у него нет этого ресурса. И политического тем более. У Шойгу нет ресурса. Понимаете как? Он же ведь, Пригожин, он не получился, но он пытался претендовать на какую-то идею, ради чего он это делает. Да. Но Шойгу вообще не нужно претендовать. Я-то говорю, марш за справедливость. Помните, он, Пригожин? Еще один. Да, да, да. Он шел, кстати, он шел же в Москву зачем? Чтобы Шойгу убрать. Да. И Герасим. Потому что он плохо, как бы, управлял армией. С войсками, коррумпировал и, так сказать, тратил жизни солдат и так далее, и так далее, и так далее. Но идея все равно какая-то была. Справедливая. Справедливая. Он же очень много расточал, Пригожин, по поводу, что дети рублевских олигархов, там у них все педерасты, у него еще кто-то, что они все не такие, а он один такой. Ну, если ты один такой, чего ж ты не дошел? Да? Сдал назад. То есть, ну, как бы, идейный человек он назад не сдает. Он либо делает, либо не делает вообще. Одно из двух. Значит, уже решился делать. Но это другой вопрос. А у Шойга, вы понимаете, ему и делать-то не надо. Ради чего? Ради какой такой идеи? Этого считали, хоть и незаслуженным, на мой взгляд, Пригожин героем войны. А этому что продавать? Этому продавать мало что. Понимаете? Он фанерный маршал, который, значит, налепил себе медалек, там, навешивал себе орденов. Золотая звезда у него, кстати, героя. И так далее. И я не думаю, что под этим имеются основания. Опять же, понимаете, вот этот спорт про то, что есть какие-то конкуренты Путина, и вот они все там где-то страшно собираются и могут Путина свергнуть. По большей части, на 99%, это все фейково. Понимаете? Это все как-то внутри аппарата. Они же между собой грызутся. За деньги, за власть, за всякие такие близости к телу и так далее. И они как бы проплачивают через всякие такие фейковые же ресурсы в телеграм-канале полуанонимные. Меж собой войну ведут. Честно говоря, она мало влияет на реальное положение дел. Или мало. Значит, кто-то начинает опасаться там Путин, Шойгу или еще что-то. Нет, я не думаю. Я не думаю. Поэтому я бы не рассматривал ни его, и даже Патрушева. Семью Патрушева серьезно в степени, что они вот прям точно намереваются, чтобы предпринять для того, чтобы изменить игру. Сына Патрушева немедленно сделать премьер-министр. Но нет этого пока. Может, это будет. Но пока признаков этого нет никаких. Если ты хочешь свергнуть Путина, конечно, об этом никто не узнает. Ты будешь втихую это все делать. Но тебе нужно увеличивать, наращивать свой ресурс. Чтобы у тебя были и деньги, и солдаты, и тайные заговорщики, которые готовы жизнью пожертвовать и убить Путина. И тебе нужны связи с Западом. И надо договориться, чтобы тебя приняли. Тебе надо, так сказать, с армией как-то найти общий язык. А я войну прекращаю. Вам гибнуть не надо. А с другой стороны, мы и не уступаем. То есть, тут очень сложный рисунок игры, который сейчас в виде возможности доступен только самому Путину. Вот он может искать преемников. Сам лично. Только это круг-то, как можно сказать, две дочи. И все. А больше он никого искать не будет. Зачем ему? Как, знаете, в анекдоте. Как я уже много раз говорил, почему сын генерал не может стать маршалом. Потому что маршал свой сын. И поэтому как бы нет. Если продолжать вот тему этих приближенных. Медведев вышел с новым заявлением у себя в Телеграм-канале. Возможно, вы видели о том, что столкновение НАТО и России никогда не было таким очевидным, близким и возможным со времен Карибского кризиса. Это старые песни о новом или, может быть, приближение выходных. Как это можно объяснить? А у него каждый день выходной, что ему сразу же приложиться к бутылке нужно только пятницу. Нет, вы зря так считаете. У него каждый день праздник. Поэтому, как в анекдоте, либо баня, либо праздник. Ну, абсолютно. Во-первых, он дурак. То есть, дурак это не какое-то наше обзывательство. А вот реально человек идиот. Понимаете? И это по сумме. Это не по отдельно взятому его посту. Вы много видели, что Патрушев в посты писал? Да даже в Патрушеве. Вы много видели? Нет. Они же сами его троллить. Они говорят, Дима, да ты иди пиши. Чего ты не стесняйся? Не парься ты. Садись, пиши. Я вот придумал, сейчас про НАТО напишу. Во-во-во-во. Давай-давай-давай. Ты у нас кто? Зам-секретаря Совбеза. Вот и пиши. Ну. А сами в кулак хихикают и говорят. Наш-то вот опять перед этим, между этими парцайками, значит, решил что-то выдать. Дело в том, что эта констатация, казалось бы, из уст другого человека, может, прозвучала бы весомо. Да? Там Патрушев. Ну, никогда. Но они же такого не говорят. Они помалкивают чаще. Они говорят о гипотетических столкновениях, войне, невозрешимых противоречиях. И этот чешет прямо непосредственно, не отдавая себе отчет за последствия. К нему и отношение в аппарате такое. Но это известно. То есть, в аппарате власти к нему отношение как к идиоту. Другое дело, что мы обсуждаем, раз он это говорит, значит, все равно за этим какая-то такая ему разрешили это говорить. Потому что были посты, которые он выдавал, а потом убирал, говорит, ой, меня хакнули там, как это было с Казахстаном. Вы не видели? Почитайте в интернете. Очень интересно. Да, он говорит, меня хакеры, значит, взломали и за меня написали пост про Казахстан. Он его поставил, убрал и вот такую выдал на гора версию. Значит, какой-то контроль есть. Что ты, Дим, ты говори, не сговаривайся, потому же нахрена ты этих обижаешь казахов-то. Значит, соответственно, конечно, он и безусловно отдаёт себе отчёт, что он пишет. И значит, где-то там софтбези, они как-то это обсуждают. Надо бы сейчас как-то показать, что нужно остановиться, заставьте Киев пойти на переговоры, перемирия, иначе будет большая война с НАТО. А с НАТО это ядерная война и так далее. Мы никогда так близки не были. У них актуальный этот вопрос, но он, опять же, актуален не в контексте завтра начинающейся войны с НАТО, вторжения в страны Балтии, Польши, а именно в контексте войны с Украиной. Им надо эту проблему сначала решить. Они могут хоть Ближний Восток использовать сектор газа, хоть НАТО, но только чтобы заставить Киев пойти на перемирие, переговоры, они там бесконечные, минск 3, 4, 5, 10, и вот весь этот набор. И я думаю, что вот это педалирование, даже со стороны такого, в общем, специального персонажа, как Медведев, алка-персонажа, то есть он нужен только исключительно для того, чтобы эту тему качать по поводу переговоров с Киевом. Вы там смотрите, вот мы там даже вплоть, но вот надо бы, вот можно же от этого края пропасти отойти. Для этого уже Киев пошел на наши условия капитуляции. Вот и все. А в это время США хотят как раз-таки склонить Россию к переговорам на условиях Украины к концу 2024 года. Об этом сказал первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. И по его словам, цель Вашингтона заключается в том, чтобы заставить Москву выбрать либо сесть за стол переговоров, либо иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на мощную промышленную базу в США и Европе и способной пойти в наступление. Ну, понимаете, это, конечно, звучит очень для нашего уха приятно, только вопрос. Во-первых, ты поди доживи до этого конца 2004 года, это произойдет после выборов в ноябре. Это кто, Байден собирается осуществлять? А у меня другой вопрос. Но действительно есть такие намерения. Если в администрации демократов есть такая позиция, «А зачем вам ждать ноября, там, конца года, 24-го года? Давайте сейчас это сделаем. У вас что, оружия нет? У вас там нет заводов, нет складов, забитых этим оружием? Все есть, все есть. Просто-напросто возьмите и сделайте это сейчас. Зачем тянуть? Ради чего тянуть? В чем нерезонность этого вопроса? Понимаете? Поэтому я отношусь к этим заявлениям со скеписом. Они больше носят такой какой-то, знаете, декларативный. Успокоительный. Ну, и предвыборный, что ли, характер. А вот мы там, вот если мы останемся на второй срок, на вторую каденцию Байдена, ох, он тогда покажет. А сейчас кто мешает показать? А сейчас кто мешает наладить вот это в промышленных масштабах, там, ленд-лизовских масштабах, помощь Украине? Тоже это выглядит странно. Что ждать? Целый год ждать? А зачем ждать? Ну да, выглядит это странно. И странно выглядит то, что, во-первых, все объединили в один пакет, да. И тут уже сложно очень разобраться, кто кого. Я понимаю, что для республиканцев Украина – это как возможность ударить Байдена и как возможность как бы клюнуть в эту сторону. Но в то же время я не понимаю позицию демократов в этом плане, потому что мне чего-то так кажется, что если бы хотели, то провели бы и проголосовали. Или же нет? И есть ли у вас понимание, как так случилось, что Украина стала заложником и стены в Мексике, и всего остального? Ну, во-первых, вы правильно говорите, что если бы хотели, но только пошли бы на уступки. Своя рука владыка, знаете, и с этой стеной, и с укреплением границ в целом. Ну, а что ж такого прям? Другое дело, что американские республиканцы – тоже странные люди – взять и связать геополитическую масштабу вопрос войны с какой-то стенкой. Нет, она важна, конечно. Вы там сами решайте. Это внутренний вопрос в США. Но никто никогда не ставит зависимость. Ну, как мне это всегда раньше представлялось. Возможно, я наивен. Вопросы внутренней политики и вообще глобальной безопасности, которые могут вообще что-то от вашей стены останется, если действительно Москве дать выиграть и двинуться дальше. Вы же жизни будете тратить, а не то, что там каких-то мигрантов выселять обратно. Поэтому, ну, это другой вопрос. Безусловный, конечно, инструмент компромисса есть в руках президента США Байдена, и он, конечно, может, добившись этого компромисса, урегулировать те другие третьи вопросы. Другое дело, что игра все равно присутствует, игра есть. И она усугубилась именно годом выборов, которые вот предстоит. Потому что в ноябре уже выборы, и скоро все закрутится в такой степени, что только будем успевать, как в калейдоскопе. Это все меняться будут события. И вопрос Украины, он для американской избирательной не решающий, безусловно, но все равно важный. Он демонстрирует силу и волю действующего президента и его администрации решать проблемы международные, да и внутренние тоже. Или воля у вас есть, или воли у вас нет. И это очень такая сциллая харибда, по которой надо пройти демократам, и, скорее всего, они не пройдут, мой прогноз, осторожный, скажем так, потому что слишком как-то вот все сложилось в этом 23-м году для них неблагополучно, по их же собственной вине. А потом, смотрите, ведь это же и линия внутри демократов. То есть, линия в исполнительной власти, это Бернс, это Салливан, ряд других. Внутри Конгресса такое же крыло леволиберальное, которое внутри, между прочим, абсолютно не проукраински настроено. То есть, своя внутренняя фронта есть для демократов. И поэтому, как бы, мы-то говорим, как будто бы все демократы, вся эта часть спектра, она однозначно поддержит Украину. Это далеко не так. Далеко не так. Как и далеко не все республиканцы, совсем недалеко все не расположены эту Украину поддержкой, военной поставки, военной помощи и финансовой помощи осуществлять. Более сложная игра, более сложный рисунок. И они играют в это, и те, и другие, и демократы, и республиканцы. Печально, что предметом игры является Украина, действительно. Печально. Но здесь другого ничего не поделаешь. Вот так. Мир демократии существует, в котором политические настроения, голосование, компромиссы, это составляет основу политического процесса. И вы с этим ничего поделать не можете. И как бы в условиях, в общем, для Украины тяжёлых, в целом, и война, и необходимость интенсификации поставок, диверсификации вооружений и так далее, учитывая дискуссию между заложенным, заочным, и сами не вочные её не ведут, заложенным гражданским руководством, политическим руководством Украины, это всё усугубляется. Всё не вовремя. Вообще всё не вовремя. Видимо, какое-то решение найдётся. Я думаю, что и возобновятся поставки, и как-то решатся стеной мексиканской. Но вот с учётом вот этого, значит, разговоров о том, что до конца года покажем, наладим и так далее, это всё выглядит не очень. Потому что, повторяю, те задачи, которые не решат демократы сейчас, не позволят им остаться у власти. Байден может остаться у власти только с победой Украины. Ну, там и другие вещи, там, внутренние, экономические, там, всякие, Обам и Керр, налоги, инфляция и всё остальное, это, само собой, безработица. Но без этого элемента, потому что это главный вопрос сейчас, международный вопрос, что ж война. Война – это всегда самый главный вопрос. Всё остальное вторично. Если он не покажет победу реальную, а любит победителей, американцы вот так иностранные, они любят, чтобы обязательно что-то выиграть, то ему будет сложно противостоять хоть войну, хоть другому номинанту от республиканцев. Напоследок, не могу вас не спросить, в преддверии выборов, конечно же, тут понятно, Путин там ждёт Трампа прихода, многие говорят, и всё остальное. И вот сейчас появилась совсем новая информация, об этом пишет The Insider. Власти США предъявили обвинение двум гражданам России, работающим в Федеральной службе безопасности России. Их обвиняют в проведении глобальной кампании по компьютерному вторжению. В обменительном заключении говорится, что группа хакеров взломала компьютеры в США и в странах-союзниках, похитила информацию, использованную в операциях по оказанию зло намеренного иностранного влияния, чтобы влиять на выборы в Великобритании в 2019 году. И обвинение тоже выдвинула и Великобритания. Соответственно, Штаты назначили награду в 10 миллионов за информацию о этих, значит, сотрудниках ФСБ. Насколько стоит опасаться, что влияние на выборы будет и в 2024 году со стороны России, вот если уже мы видим, что появляются вот такие вот истории? Нет, но, во-первых, такие истории на протяжении 16-го года имеют место, когда, извините, Трамп пришёл к власти в качестве президента на 4 года и в 2020-м выборы проиграл, это всё было уже. Мы всё такое уже видели, и тут бессмысленно это по-новой, но этот процесс идёт, он постоянный. Российских хакеров, спецслужбы российские используют активно, и ГРУ, и ФСБ. Ну, там, конкретно это дело, оно, наверное, часть всего этого процесса, попыток вмешательства, получения доступа к информации и так далее, и так далее, и так далее. Даже в этом году мы видели Пентагон-Гейт, в котором руку Москвы не обнаружили, но в целом разговоров и всякого движения вокруг этой темы было премного. Да, и Москва тоже попользовалась этим скандалом, свою пользу в достаточной степени. Возможно, отчасти он сорвал начало контрнаступления украинской армии с апреля, перенесённой на июнь. Возможно. Там были утечки относительно поставок вооружения, они тоже как-то вызвали дискуссию, ну, и так далее. Что касается выборов, ну, смотрите, у Москвы сейчас гораздо меньше влияния, чем в 2016 году, потому что война и санкционные меры, и другие действия США, они, в общем, привели к понижению влияния, и такого дистанционного вторжения, имеется в виду через хакерские атаки, через, значит, доступ к информации в Соединённых Штатах, гораздо меньше влияния сейчас Москва имеет. Это факт. Но сказать, что они не будут пытаться, тоже смешно. Мы до конца не понимаем, вот по сей день открытый вопрос, насколько Трамп связан с какими-то интересантами из Москвы, через посредников непосредственно, потому что вся его каденция четырёхлетняя, она была стрёмной. Стрёмной. Он сам, так сказать, рыл себе могилу своим кетменём, понимаете, киркой. Потому что, да, не обнаружено было ни комиссии Мюллера, ни другими расследованиями прямой связи. Но вот пресс-конференция в Хельсинки знаменитая, где он с Путиным вышел, потому что он доверяет Путину больше, чем, собственно, спецслужбам, но это по меньшей мере, понимаете, навсегда оставило след такой, что ты как-то вообще какой-то ку-ку, если такое можно, в принципе, допустить. Поэтому, конечно, Москва будет пытаться влиять, конечно, Москва будет использовать и хакеров, и шмакеров, это понятно. Вопрос противодействия, насколько хватит воли и силы самим институтам Соединённых Штатов не допустить этого. Это не от Москвы зависит, это от них зависит. Они могут вот так ударить, что мокрого места не останется. Когда они хотят, так наступают, что там по видео течёт.